Эта музыкальная история, о которой я собираюсь рассказать, началась осенью 1978 года в Мюнхене. Немецкий продюсер и композитор Ральф Зигель сидел в студии со своим другом, поэтом Берндом Майнунгером, и думал, какую бы песню написать на отборочный тур для конкурса Евровидения. Надо сказать, что это было ему не в новинку, для Евровидения Зигель писал уже не раз. В 1974 году его песня уже представляла Люксембург. Но на этот раз идею подкинул Майнунгер, заявив, что неплохо было бы написать песню про великого монгола. Почему? Да потому что на Евровидении, как сказал Майнунгер, реальный шанс победить у исполнителя появляется тогда, когда он поет на английском языке. Песня на немецком будет непонятно, скажем, финнам или испанцам, и они вряд ли за нее проголосуют. Но если в немецкую песню ввести какое-то интернациональное понятие, у нее появится шанс на победу. Чингисхана, например, знает весь мир, и слово это на всех языках звучит одинаково. Он и в Африке, Чингисхан. А если это будет костюмированное шоу, и музыканты будут изображать то, о чем поют, успех просто обеспечен. На дворе стояла эпоха диско, поэтому песня была записана именно в этом стиле. Вышла она, что называется, с огоньком. Не менее бодрым вышел и текст Май Цунгера, где великий монгольский завоеватель предстал таким настоящим мужчиной, необузданным как в бою, так и в любви. Демо-версию песни Чингисхан Зингель спел сам, но отправляя запись на конкурс, строителям конкурса Евровидения, он не применил заявить в письме, что исполнять ее будет группа с таким же названием Чингисхан. Ну а группы, кстати, на самом деле еще не было, и создать ее надо было буквально за месяц. Продюсер начал активные поиски и вскоре отобрал шестерых персонажей. Компашка получилась весьма колоритной. Один был бритым наголо немцем с подозрительной одесской фамилией Бендер. Два других немцы были супругами Хайхель. На подмогу им Зигель пригласил выходцев из Венгрии, Эддино Пол и Лесли Мандуки. И придирчиво, очень придирчиво отобрал главного плясуна, которым стал выходец из Южноафриканской республики Луис Потт Гиттер. Можно было приступать к самому важному. По-быстрому разучить хореографию выступления, сшить красочные костюмы и выпустить пластинку. Вышедший сингл Чингисхан тут же стал золотым, а группа получила право представлять ФРГ на Евровидении. Тогда это было ФРГ. Было две страны, если помните, ГДР и ФРГ. Так вот, ФРГ на Евровидении было поручено представлять группе Чингисхан. В 1979 году этот конкурс проходил в Израиле. И несмотря на то, что группа заняла лишь четвертое место на Евровидении, их выступление имело огромный успех. Более того, в самом Израиле песня на немецком языке впервые за все время существования еврейского государства возглавила национальный хит-парад. В благодарность за поддержку группа Чингисхана вскоре записала композицию «Израил, Израил», а также ударными темпами остальные треки своего первого долгоиграющего альбома, где нашлось место и песни о Москве. Ральф Зигель вспоминал, что мелодия шлягера «Москау» родилась у него ровно в 4 часа утра и не потребовала потом никаких изменений. А вот с текстом, с текстом пришлось повозиться. На носу ведь была московская олимпиада, и у Чингисхана появился шанс еще раз громко о себе заявить. Но для того, чтобы зазвучать в Москве, прозвучать там на все сто, нужно было избежать какого-либо политического подтекста. В окончательном варианте песни политики в ней не было никакой. Однако советское руководство это не оценило. Язык немецкий, название монголо-татарское, в общем, сплошь какие-то неприятные ассоциации для кремлевских старцев. А тут еще какие-то антисоветчики придумали скандальный русский перевод. Я думаю, вы знаете эту строчку. «Москау, Москау, закидаем бомбами, будет вам олимпиада!» В общем, как ни старались авторы песен Чингисхана понравиться устроителям московской олимпиады, в СССР группа попала в черный список. По советскому радио ее не крутили, но... Это не помешало песням первого альбома группы стать настоящим музыкальным фоном Московской олимпиады. Летом 80-го песни эти звучали из каждого раскрытого окна советской столицы. Я лично был этому свидетель. Вот такая сегодня история. Музыкальная история. Шоу «Почти дома». Шоу «Почти дома»